Ребята, всем огромнейший приветик! Меня зовут Банчик, я безумно рада вас видеть на своем канале. И сегодня я буду смотреть вместе с вами трейдики на флайрайт совушку. Этот питомец мне безумно нравится, с этим питомцем у меня много-много таких воспоминаний. И это мой самый любимый питомец, поэтому я решила снять трейды на него. Когда-то я уже снимала трейдики на совушку, но это было очень давно, больше года назад. Поэтому я решила повторить трейды. Ну и хочу сказать спасибо моей подписчице, блогеру Илта Слизке, что одолжила мне эту совушку. Ну а перед тем, как мы посмотрим трейдики, посмотрите маленькую рекламную паузу. Вы там сможете узнать, где продать и купить питомчиков из Адопми. Star Pets – это лучший маркетплейс по роблоксу, где вы можете не только покупать и продавать своих питомцев, а также покупать роблоксы по очень выгодным ценам. Пополнение и вывод доступны для жителей всех стран, с самыми разными методами, в самых разных валютах. Переходите на сайт starpets.gg и на их социальные сети по моим ссылкам в закрепленном комментарии. И хочу вам напомнить про наличие моего телеграм-канала. Там я выбираю человека на прокачку, поэтому заходи в телеграм, жди пост и участвуй. Ну и всем приятного просмотра. Итак, это первый трейдик. И хочу сказать, что сейчас на Star Pets соушка оценивается почти в 3000 рублей. Сейчас комиссия выросла на Star Pets, и питомцы там, получается, по цене тоже выросли. Поэтому, ну, прям вот столько она не оценивается, но тоже оценивается дороже 2000. Где-то 2500 она стоит. И здесь мне предлагают мне выкладывать кенгуру. И вот таких вот питомчиков вы увидели все, пока я говорила. И попрошу добавить. Вдруг мне что-то добавят прикольного. И мне добавили Neonflorite, вот такую Starfish. Но все-таки не думаю, что этот трейд оценивается на 2500 рублей. Ну, не знаю, ребята. В этом видео я не особо буду оценивать. Я буду, как бы, просто говорить свою точку зрения. Потому что, ну, не особо знаю ценности совы. Да и плюс люди дают очень часто такое себе, просто чтобы предложить, не зная цен, там ничего. Просто предлагают. Поэтому сегодня мы будем просто смотреть трейдики и сами оценивать. Во втором трейде предлагают Megaflorite Красного Дракончика. Neonflorite Furia. Она стоит больше черепахи. Riot Gryphonчик Теомандовый. Ну, еще легендарочки. И последние питомцы вообще не ценятся. То есть там рандомочки. Ну, в принципе, конечно, этот трейд стоит, наверное, 1000 рублей. Может быть. Ну, что-то подобное. Более, ближе к 1800-900. Но никак не на совушку. Поэтому все-таки отклоню. Красный Дракончик. Это не такая хорошая легендарка. Здесь уже предлагают лучше. Это Florite Popugay. Riot Nosorog. Florite Utochka. И Neonflorite Cypленочек. Ну, это уже получше. Нам даже добавляют Медузу Райт. И еще яйцо Олдовское. Но оно не особо ценится. Но все-таки этот трейд уже лучше, чем предыдущий. Здесь уже попугай. А попугай у нас где-то стоит на StarPath. Ну, наверное, сейчас где-то 2000 рублей. И тут добавочки. Но все-таки, мне кажется, до совушки это не дотягивает. Но мы уже отталкиваемся, что нам давали попугайчика. Поэтому хуже трейда не будем искать. Здесь предлагают Neonflorite Арктического Оленя. Очень прикольный питомец. Но в Neon он не такой ценный, как просто. Например, обычный Олень Арктик стоит на рублей 500-600. Сейчас на StarPath, возможно, даже 800. А в Neon, Neon у нас не особо ценится, как просто Арктики. Поэтому, ну, такое себе. Плюс добавляют, ну, вообще, какие-то рандумки и какие-то аксессуары. Так что это маловато. Конечно же, отклоним этот рейд. Далее нам наваливают просто кашу всего. Это Rite Lama, которую мы в предыдущем видео поняли, что она вообще-вощая какашка-какашка. За нее вообще ничего не предлагают. Я целый день искала более-менее нормальный трейд. В итоге не нашла. Поэтому это вообще такое себе. Ну и тут человек дает много Rite Lengendarok и что-то подобное. Но это, ребят, все-таки мало. Даже, наверное, на Черепаху там не тянет. Но предыдущий трейд точно был луз. Потому что кашу Малу намного сложнее трейдить. А здесь предлагают одного Mega Florite Дракончика. Второго Mega Florite Дракончика. Еще такого Дракончика, только уже NFR. Неон Райт Легендарку. Она, конечно, не особо ценится. Дальше вот такую вот поняшку в Неоне. Райт Ликорн. Еще Райт Ликорн. И три пандочки. Конечно, интересный трейд. Но мне кажется, с Попугайчиком был намного повыгоднее. Так что я не думаю, что нужно соглашаться на это. Плюс, ну, это такое себе. Ну, примерно здесь на 1500 рублей. Если судить по ценам StarPets. Это вообще неправильно, ребят. Не судите по ценам StarPets. Так как там неверные цены. То есть по рублям там не нужно судить. Конечно, вы хотите там продавать. Если вы хотите там все это вывести в деньги, тогда можете судить так. Но все-таки это вообще небезопасно. И лучше судить по валютам в Adobe. Так что, если вы хотите крутой инвентарь, то судите лучше по валютам. Так вы не уйдете в минус и плюс. Ну, конечно, питомцы могут обесцениться. Но все-таки по валютам это самый лучший вариант. И сейчас вы смотрели, каких питомчиков мне дают в следующем трейде. Мне сказали не отклонять. Я не отклоняла. Посмотрела до конца. И, видимо, человек больше что-то нам не хочет добавлять. Хотя тут он добавил, ну, такое себе различные легендарки без зелий. Ну, на совушку этот трейд точно не тянет. И максимум тут это флайрайт, даже райд клубничный. Дракончик. Это очень мало, хоть и здесь прикольные легендарочки. Но, конечно же, отклоняем этот трейд. Я досмотрела до конца. Сделала дело, что меня попросили. Поэтому отклоняем. И мне сразу же летит следующий. Так что принимаем. Здесь уже дают NFR клубничного дракона. Флайрайт арктикалини. Еще райд, кинг би, даже две, даже три. И флайрайт коровку. Но этот трейд даже лучше, чем со флайрайт попугаем. Здесь есть два арктика. Еще NFR клубничный дракончик. Еще и корова. Ну, из прям ценных. Имею ввиду. Довольно-таки прикольно, кстати. Но мне кажется, что до совушки это не дотягивает. Совушка ценится побольше, чем вот это все. Если у вас вдруг есть совушка, либо же вы специально зашли по поиску на это видео, то вам я советую лично от себя трейдить совушку плюс добавки на фроста. Это будет самый лучший трейд. Ну, либо же на много-много-много нюанс легендарок. Но, конечно, лучше послушать меня и трейдить совушку плюс какую-то добавку. Там нужно посмотреть по валютам. И трейдить на фроста. Мне кажется, это будет самый лучший трейд на данный момент. И здесь чувак мне предлагает черепаху. Ну, таких себе, короче, питомцев. И я хочу посмотреть, вообще имеет ли он что-то в своем монетаре. И вообще такие люди реально что-то предлагают специально. Или же все-таки они не знают цен. Ребят, посмотрите, у него тут еще есть питомцы. Поэтому этот трейд, конечно, луз. И такие люди, которые не знают цен, иногда меня подбешивают, потому что они дают мало и чего-то ожидают. В следующем трейдике предлагают мега флорайт кенгуру. Это прикольный питомец. Я его тоже очень люблю. Думаю, многим он нравится. Но кенгуру отстает от черепахи. Если бы это была черепаха, то было бы довольно-таки прикольно. И, наверное, все-таки уже равноценный трейд. Так как черепаха сейчас оценивается очень хорошо. То есть я помню, что у меня был такой трейд черепаху мега флорайт. И фламинго я обменяла на фроста. Поэтому мне кажется, что трейдить на черепаху тоже будет прикольно. Хотя цены очень часто меняются. И сейчас, не знаю, подойдет ли вам такой трейд. И в следующем дают мега флорайт голдхорна. Мега флорайт снежную соушку. И мега флорайт вот такого вот спаниеля. Человек пишет, что это, ну, нормальный такой трейд. Ну, в принципе, кстати, да, неплохой трейдик. Прикольный. Тут еще мега спаниель. Две мега легендарки. Но, ребята, я не хочу на это трейдиться. Да плюс питомец не мой. Соушка подписчица. Поэтому я откладню. И человек меня обогнал. Я не знаю, зачем так делать. Ну, ладно. Ну, вот, как будто я виновата, что не согласилась на его трейд. И он мне не нравится. Здесь мне кинули трейд со флорайт в ростом. И просит добавить. Ну, я тут, конечно, англичанка, да. Спрашиваю, что ему нужно добавить. Ну, вдруг он скажет там какую-нибудь, не знаю. Например, не он легендарки. Но он написал, видимо, тоже русский человек. Сахарок, да. Все мы знаем такие сахарки. И он мне написал просто АДД. Я его спрашиваю, типа, что добавить. Он мне пишет добавь. Ну, хорошо, понятно. В общем, он написал добавить пэтов нормальных. Что значит нормальных? Я не знаю, какие для него нормальные. Но мне тут вообще нечего добавить. Я просто так для, как бы... Ну, короче, проверить человека хочу. Поэтому добавлю питомцев из прокачки инвентаря. Кто не смотрел, обязательно посмотрите предыдущее видео про качку инвентаря. Ваша любимая рубрика. Вот я ее буду продолжать сегодня. И будет, наверное, скоро видео про качку инвентаря. Так что не пропустите вторую часть прокачки. Ну, и, в общем, я решила тут подобавить что-то. И, как бы, посмотреть, согласится ли он. И этот человек отклонил. Видимо, пэтов не нормал. Ну, ладно. В общем, наверное, это будет последний третик. А нет, ребята, мне еще предложили мега флорайт кенгурушку. Довольно прикольный питомец. Нам уже ее предлагали. Но, мне кажется, мега флорайт кенгурушки очень мало. Поэтому я попрошу что-нибудь добавить. И человек добавил свинку безделия. Неплохой питомец, кстати. И вот такое вот золотое яичко. Тоже, кстати, неплохо. Но я не считаю, что этот трет супер мега вин. Мне кажется, были и получше. Так что соглашаться на такое не будем. Ну, в общем, вот и все, ребята. Вот такие вот трейдики у нас были. Обязательно напишите в комментариях, какой самый лучший трейд я буду читать и лайкать вас. Так, мне тут закидали трейдами. Ну, в общем, подписывайтесь, ставьте лайк на это видео, чтобы оно продвигалось дальше. Ну, и, конечно же, пишите в комментариях свое мнение. Ну, а я вам желаю удачи и пока-пока.